Всем привет, друзья! На связи Зенит ТВ и 150-й выпуск раздевалки. Меня зовут Денис Денисов. Погнали! Для начала поговорим о траве, потом поучаствуем в перестрелке, затем полюбуемся лучшими сейвами Андрея Лунева. А в конце подведем итоги поэтического конкурса. Мы всегда держим вас в курсе важных инфраструктурных новостей клуба. Об одной из таких расскажем прямо сейчас. Почти сразу после того, как для Петербурга закончился чемпионат Европы, игроков на поле «Газпром-арены» сменили специалисты другой области — агрономы. Дело в том, что полноценные замены газона на стадионе сине-бело-голубых не проводили еще ни разу, хотя повидал он уже немало. На текущий момент у нас присутствует на поле старый газон, который был уложен в 2018 году. Здесь проводили чемпионат мира, три чемпионских у нас получилось взять на этом поле и плюс наши евро. Несмотря на то, что поле с достоинством выдержало все испытания, обновление все же требовалось для того, чтобы избежать проблем в будущем. Дело в том, что специальная искусственная подложка, которая помогает скреплять траву, со временем изнашивается. В таком случае поле перестает соответствовать предъявляемым к нему высоким требованиям. Так называемый пирог поля состоит из трех основных слоев. Первый и самый глубокий — это теплоизоляционный материал, защищающий траву от промерзания зимой. Второй — песок, создающий основу для поля — так называемую корневую зону. И, наконец, третий — непосредственно сам газон. Именно его и предстояло заменить. После того, как газон был срезан, агрономы проверили состояние песчаного слоя. Его досыпали и разровняли там, где это было необходимо. Далее пришел черед укладки новой травы. Эту работу начали уже давно. Еще в прошлом году она была посеяна в Гатчинском районе Ленинградской области. Там питомник, то есть поле. Рядышком есть речка. Также присутствует очень много любителей охоты, рыбалки, отдыха активного. Все интересуются. Был очень интересный момент, когда получается весенний период. Везде еще трава не позеленела, еще желтая. А люди проезжают мимо и смотрят, удивляются, как так, что у вас сделана трава. Некие животные есть, там дикие кабаны, зайцы, леса, может быть. Так как все приходят в ночное время, охранник старался их гонять, ну, никакого вреда, по крайней мере, от них не было. Сейчас газону уже 11 месяцев, и это объясняет, почему его привозят в рулонах. Они выращивают прямо на Газпром-арене. Молодая трава должна вырасти и набраться сил, прежде чем на ней можно будет провести первый матч. Продолжительность такого перерыва составила бы минимум два месяца. Но так как у нас после Евро матчи закончились, у нас до следующего матча очень ограниченного времени, на период восстановления, то было принято решение вырастить его в Ленинградской области и уже готовые сюда постелить. После того, как новый газон был перевезен и уложен, настало время протестировать получившееся поле. И нет, на него не выпустили футболистов. Для этого использовали специальные приборы. Сразу после укладки рулонный газон напоминает большое лоскутное одеяло. Чтобы он выглядел единым и цельным, нужно дождаться, пока зарастут швы между рулонами. Происходит это быстро. Требуется от 10 до 14 дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы газон укоренился и был готов к нагрузкам. Кстати, нагрузки на поле неравномерны. Вы наверняка видели, что на любительских футбольных полях трава во вратарских вытоптана почти полностью. А почему такого не происходит на Газпром-арене? Меня задавали мои коллеги с других клубов, что ты делаешь с вратарскими зонами, какие там технологии применяешь. А я могу сказать, что у нас поле однородное, нету никаких отдельных участков, спецучастков, где применяется дополнительная технология. У нас все равномерно. Единственное, это уход, эксплуатация и внимание активное. Такую же технологию применяем и на футбольных полях на базе, где тренируется команда. Чтобы у команды не было дискомфорта, чтобы не было такого большого перепада или скачка именно по нагрузкам и ощущениям на футбольном поле. Старый газон продолжал оставаться комфортным для футболистов до самого конца срока службы, даже несмотря на уникальные нагрузки. Он пережил и плотный график «Зенита», и матчи международных чемпионатов, и несколько товарищеских игр сборной России. По прогнозам, новое поле должно справиться как минимум не хуже и прослужить не менее трех лет. Будем надеяться, что на нем Петербурж содержит еще больше побед. Давненько в наших выпусках не было горячих перестрелок, поэтому сегодня покажем сразу две. Вернемся в прошлую субботу, где женская команда «Зенита» провела матч четвертьфинала Кубка России против пермской звезды 2005. В основное время команда не забили, поэтому игроков ждала серия пенальти. Как и полагается в таких случаях, настрой был запредельный, а сама серия вышла драматичной. Первой к точке подошла Ксения Цибутович, и, к сожалению, волнение взяло верх над футболисткой. Однако уже спустя несколько мгновений блистательный сейф голкипера «Сине-Белоголубых» Юлии Греченко восстановил баланс сил в серии. Радость и заряд девушек четко дали понять — в этой битве их устроит только победа. Так и случилось. Точные удары Машиной, Понтюхиной, Лазаревой и Гжевиньки сначала подтвердили это намерение, а точку поставил еще один сейф Юлии Греченко. Победа в напряженном матче отправила девушек в полуфинал Кубка. После таких переживаний команде требовалась эмоциональная перезагрузка, и тренерский штаб устроил игрокам выходной, который они провели на природе, играя в пинбол. Сменить обстановку, получить другие эмоции, отличиеся от футбола, и решили в выходной день провести вместе с командой, всеми вместе. Перед началом турнира, который состоял из четырех раундов, девушки разделились на две команды — синие против зеленых. Вообще совершенно рандомно, то есть не было никаких определенных там, что там друзья не друзья, просто вот так вот образно с закрытыми глазами выбирали себе народ и вот так поделились, как поделились. То есть и у нас и мужчины в нашей команде, тренерский штаб, и девчонки все совершенно празднули. Выслушав инструктаж, команды отправились на площадку. Раунды получились яркими и напряженными, а эмоции девушек лишь подчеркивали заряженность на победу. Где прикрой? Где? В перерывах между раундами команды могли передохнуть, а также заглянуть в магазин, который был развернут прямо на поле боя. Картошка. Лимонад. Смешаем. Юль. Юль. Да. И хотя лимонад оказался не настоящим, а в виде листочка, страсти на площадке кипели далеко не шуточные. Самая важная задача – просто смотреть, кто подберет славу и жахать в задницу. За всем происходящим внимательно следила и переживала Ольга Сергеевна Порядина, которая по привычке хотела помочь своим подопечным подсказками. Пейнтбол – это еще и площадка, где можно оригинальным способом выразить свое негодование партнерам за былые обиды. Вера, скажи, пожалуйста, ты стреляла в девчонок, которые тебе пасхулах давали на тренировке? Ну, почти так и было, да, но я им стреляла, в принципе, в спину, чтобы они не поняли, что это я. К слову, большим заблуждением является и тот факт, что пейнтбол – это совсем не сложно. Я думала, в спинтбол играть намного легче, но когда надеваешь эту амуницию, мне очень жарко, тяжело бежать. На самом деле, очень тяжело. Кроме того, тут даже есть и риск получения травмы. Мне пока только в кисть попали, меня невозможно попасть. Я быстрая, ловкая. Ну, не знаю, в машине, вон там, чуть голову мне оторвали. Вот у машины, машин, шишку покажи свою на пол головы. Кто победил из команд, выяснить, кажется, так и не удалось. Однако Елизавета Лазарева нашла довольно логичное обоснование в пользу одной из версий. Получается, зеленые, если… Мы сейчас всех убили, короче, мы победили. Синие никого не убили. Ну, я так думаю, синие вообще ноль. Голосуйте за зеленых. Зеленые – это лучшая команда на свете. Зеленый и Зенит рекомендуем. После завершения общекомандного мероприятия девушки сделали совместную фотографию, после чего отправились отдыхать и готовиться к следующему матчу. Прошлый выпуск к нам ворвался Андрей Лунев и потребовал сделать про себя прощальный сюжет. Мы были не то чтобы против, поэтому встречайте. Лунев стал игроком Зенита в конце 2016 года, перебравшись в Петербург из Уфы. После новогодних праздников и январских сборов Андрей провел четыре официальных встречи на скамейке запасных, но затем стал основным голкипером и отыграл 36 матчей в своем первом зенитовском календарном году. Ну а теперь давайте вспомним 15 самых мощных сейвов Лунева, которые он совершил в воротах сине-бело-голубых. 2017 год. Первый тур нового сезона – выездной матч против дебютанта премьер-лиги Хабаровского СКА. Новички не растерялись, пошли в атаку и уже к пятой минуте заработали штрафной, который изначально не казался опасным. Но неожиданно нападающий Хабаровчан пустил мяч так сильно и точно, что только уверенность, скорость реакции и перекладина помогли вратарю Зенита сохранить нули на табло. 14 место и желтая подводная лодка в акватории Финского залива. Зрячий прострел на ближнюю, где здорово открывался Жерар Морено, нападающий сборной Испании. Форвард пытался протолкнуть мяч мимо Лунева, и голкиперу пришлось оперативно реагировать, превратив себя в живую стену на пути к воротам. В итоге спасение, а гости не заработали даже у главого. Апрель 2018-го. Гостевая встреча с Уфой. Клубом, сыгравшим особую роль в карьере Лунева. В самом начале игры нападающий хозяев получил мяч штрафной и нанес сильный удар с 15 метров. Обзор Андрея в этом эпизоде закрывали и свои, и чужие, но даже это не помешало ему молниеносно среагировать и нырнуть к дальней штанге, совершив маленькое футбольное чудо. Конец 2017-го года. Групповой этап Лиги Европы. Норвегия, матч против Русенборга. Лунев парировал выстрел Лорда Бенднера, а затем качественно накрыл добивание грудью. Чем, безусловно, вдохновил Кристиана Набоа на красивый, но немного корявенький вынос ножницеля. Пропускать решающие голы на последних минутах всегда особенно обидно. Тем ценнее становится сейв, совершенный на флажке второго тайма. В матче с московским локомотивом после полутора часов без голевой игры Алексей Миранчук получил мяч штрафной и был готов стать героем для своих болельщиков. Но настоящим героем стал Лунев. Он не побежал на соперника сломя голову, закрыл с собой максимум пространства и легко прочитал подсечку, задуманную Миранчуком. Десятку нашего топа открывает эпизод из домашнего матча против Пермского Амкара весной 2018 года. К 60-й минуте счет был 0-0 и игра откровенно не клеилась. Гости получили великолепный шанс выйти вперед, но их планы нарушил маэстро Лунев. Он точно прочувствовал момент, когда нужно выйти, и смело бросился в ноги нападающему, заставив того подлететь и перевернуться в воздухе. В итоге кристально чистый отбор и идеальная нейтрализация опаснейшего эпизода. На девятом месте спасение, совершенное летом 2017-го, квалификации Лиги Европы против голландского Утрихта. Счет в двухматчевом противостоянии был 1-1. Дело шло к дополнительному времени. Однако на 87-й минуте все могло перевернуться. Гости решились на выстрел из-за пределов штрафной. И хотя вратарю «Зенита» закрывали обзор сразу несколько игроков, а мяч менял траекторию, Лунев вовремя сместился, выпрыгнул и спас команду. Благодаря этому сейву игра перешла в дополнительное время, где сини-белоголубые смогли дожать соперника и прошли в групповой этап. Осень 2018-го и матч против пражской Слави. Йозеф Гушбауэр нанес бешеный по силе удар по уходящей траектории. И хотя в этот раз обзор вратарю никто не заслонял, среагировать на такой выстрел и уж тем более его отразить было весьма непросто. Отсюда заслуженное восьмое место в топе лучших сейвов. Осень 2017-го. Гостевой матч с московским «Динамо». На 36-й минуте Панченко пустил ракету с угла штрафной. Из-за ограниченного обзора Лунев не имел возможности среагировать вовремя. Однако даже тех долей секунд, которые были в его распоряжении, хватило для ловкого прыжка. Голкипер парировал мяч в перекладину арены Химки и отвел голевую угрозу, казавшуюся неизбежной. На шестом месте еще один момент из матча против Слави. К 84-й минуте «Зенит» вел со счетом 1-0, но чехи получили право на угловой и чуть было не извлекли из него максимум пользы. Высоченный камерунский защитник гостей с 9 метров отправил мяч под перекладину кивком головы. Под такую ситуацию всегда сложно подстроиться, но Лунев сориентировался, включил режим «Белой пантеры» и ловко отразил удар. Пятая строчка и Краснодар 2017 года. За 10 минут до конца «Быки» уступали в два мяча и побежали отыгрываться. Заброс на дальнюю классом совсем один, гол практически неизбежен, но Лунев не согласен. Голкипер начал заранее сокращать дистанцию, оставив нападающему очень мало времени на принятие решения. Андрей выбрасывает руки и перекрывает для мяча все дороги в сетку своих ворот. На четвертой строчке расположился момент из Лигы Европейской игры против норвежского Мольда. В начале матча Эрлинг Холланд один из лучших завершателей в современном футболе вышел один на один с вратарем. И кто знает, чем бы закончился эпизод, если бы этим вратарем был не Андрей Лунев. Однако наш сапер разрядил бомбу, хладнокровно решив эпизод в свою пользу. Бронза топа и ответный матч 1-8 финала Лиги Европы против Эрбе Лейпци. К 81-й минуте счет был равный, и «Зениту» нужен был гол, чтобы остаться в турнире. В этот момент гости заработали 11-метровый. Причем бить его пошел сам Тимо Вернер, на тот момент звезда Бундеслиги и мечта европейских клубов. До рождения мемов о голевом проклятии оставалось еще пара лет. «Зенит» могло спасти только чудо, и этим чудом стал Андрей Лунев. Сначала он шикарно среагировал на удар форварда, а затем вернулся в игру и зафиксировал мяч после добивания. Второе место и вновь матч против Лейпцига. Спустя 12 минут после пенальти и за считанные секунды до финального свистка немцы убежали в контратаку. Казалось бы, Вернер идеально катит на дальнюю, но Лунев смещается со скоростью Мбаппе и накрывает удар ногами. Блестящая реакция голкипера на нетривиальный эпизод. Мы добрались до вершины. Момент, который можно назвать лучшим в зенитовской карьере Андрея Лунева. 26-й тур сезона 19-20. Петербуржцы едут защищать титул в Краснодар. Конец первого тайма. Безумная жара. 1-1 на табло. Быки получают право на 11-метровый. Вратарь сначала отбивает удар Вандерсона с точки, а затем невероятным образом парирует добивание. Потрясающий момент шикарного матча, в котором «Зенит» в итоге одержал победу и взял золотые медали чемпионата. Всего же за 4,5 года в Петербурге Лунев провел 118 игр, 47 из которых оставил свои ворота на замке. Мы желаем Андрею большой удачи и искренне верим, что все будет вандерфульно. Это почти все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. В прошлом выпуске мы объявили розыгрыш футболки с автографами Кузяева и Мостового. Вы написали почти 300 четверостишей и пришло время объявить победителя. Ну, слушайте. Конкурс «Зенит» для нас объявил, да правило кратко весьма изложил. Мостовой и Кузяев свой стих вы включите, да новую форму поскорее заберите. Венчислав Орлов, поздравляю. Уважаемый поэт, мы с вами свяжемся. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на «Зенит ТВ», чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии и увидимся совсем скоро. Удачи, пока!